4 ноября россияне отметят свой государственный праздник День народного единства. Эту дату не обходят вниманием и жители Донецкой народной республики. Во всяком случае в Харцизке по этому поводу предусмотрено проведение целого ряда мероприятий. Первым в праздничной эстафете выступил отдел по делам молодежи городадминистрации и местное отделение молодой республики, организовавшие в городе необычный фотоквест. Вчера в Харцизке, как и во многих других городах республики, стартовал первый этап фотоквеста. Местом сбора шести команд по три человека в каждой стала площадь перед Дворцом культуры. Получив от организаторов маршрутные листы, школьники, а также учащиеся профлицея и ХТТ отправились в путешествия по местным достопримечательностям, прихватив с собой знания истории, сообразительность и, конечно, обязательный по условиям конкурса фотоаппарат. Задача состоит в том, что они должны проявить креативное мышление, отгадать загадку, куда им нужно попасть. Это будут места, известные в нашем городе, связанные с достопримечательностями, с какими-то историческими событиями. Они должны будут там сделать фото, обязательное условие, что на фото должны быть все три участника команды и получат информацию и задания о той стране, о национальностях, которые проживают на территории нашего Донбасса. Отличительные черты армянской и грузинской кухонь – особенности иврита. За два часа фотоквеста командам удалось разобраться в некоторых традициях семи разных народов, имеющих неформальное представительство в нашей республике. Если честно, я впервые участвую в таком мероприятии, знаете, очень даже интересно. Мы с радостью согласились принять участие. Думаем, будет интересно. По итогам фотоквеста третье место заняла команда пятой школы. Второй оказалась сборная Зугресса. Лучшие знания по истории и географии родного города продемонстрировало трио из УША номер один. Теперь по условиям игры призерам предстоит до 3 ноября снять необычное видеопоздравление на тему Дня народного единства и отправить его на республиканский этап конкурса.